Рад видеть, родные, дорогие подписчики на канале Тимуха Лайф. И сегодня я вам расскажу, как ускорить свой интернет абсолютно на любом телефоне. Ну, имеется в виду на андроиде, буду показывать. Если у вас айфон, попробуйте тоже найти. Любая марка, потому что эти настройки будут очень простые. Есть они, я проверил и на самсунгах, и на хонорах. Сейчас показываю на сяоми. В принципе, все отлично будет. Сразу же ускорится у вас интернет от 20% до 47%. Вы это сразу сможете увидеть. Будем делать настройки браузера, будем делать настройки телефона в целом. Будем ускорять его и так дальше. Поставщика услуг менять и много-много полезной информации. Так что обязательно подпишитесь, поставьте там виде лайк. И расскажите своей девушке, парню, бабушке, дедушке, маме, папе об этом способе. Потому что реально ускорится интернет, ну, процентов на 47%. Хотите? Ставьте лайки, а я погнал. Тысячу лайков, и я вам сниму еще полезный ролик. Будет три способа. Не нужно будет никакие программы, никакие коды вести и так дальше. Все уже есть на вашем телефоне. Просто досмотрите видео до конца. Готовы? Тогда погнали. Буду вам рассказывать по порядку. Вы же ставьте на паузу, проверяйте на телефоне. Либо же после просмотра ролика будете это все делать. Но не когда я это показываю. Где-то там сделайте себе заметочки. Останавливайте, перепишите на листике. И проверяйте, это реально поможет, дорогие друзья. Первая настройка. Заходим в настройки. Выбираем вот этот вот пункт сим-карты и мобильные сети. Выбираем сим-карту, на которой мы будем это все проделывать. И здесь у нас, смотрите, что нам нужно. Точки доступа АПН. Именно этот пункт. Не другой, а этот. Дальше у нас выбирается вот так. Вот где синим светится. Мы видим стрелочку невзрачную. Нажимаем на нее и попадаем в вот такое вот меню. Дальше спускаемся вниз. Ищем пункт тип аунтификации. Что это за тип и какой здесь выбрать? Сразу же вопрос, да, у вас будет. Я рекомендую выбрать вот как раз ЧАП. Это быстрый протокол аунтификации. Будет больше интернета трафик. То есть у вас будет не ограничиваться трафик. Вот если у вас вышка там какой-то тариф там дает 100 мегабайт, то он не будет ограничиваться настройка, если у вас стоять будет. Нет. Если вы поставите ЧАП, то ускорится и не будет ограничен вообще у вас интернет. То есть будет летать как пушечка. Нужно поставить только ЧАП. Все. Одну настройку мы сделали. Я вас поздравляю. Вы уже, можно сказать, обязательно перезагружаем телефон. Вы обязательно увидите, как ваш интернет более будет лучше. Потому что не будет ограничений. Готовы к другому способу? Ставьте лайки, друзья. Поставьте лайк. Вот не поленитесь. Тапните, чтобы красная кнопочка погасла. И все у вас будет классно. Кто еще не подписан. Вот здесь вот внизу нажмите лайк. Тоже будет все четенько. А мы погнали дальше. Второй способ показываю. Второй способ для Гугла. Если у вас старый Гугл, зайдите вот сюда, напишите в поиске Гугл и обязательно его обновите. Потому что многих этой настройки может не быть, если у вас старый еще Гугл Хром. Дальше заходим просто в Гугл и в правом верхнем углу мы видим три точки. Не две, не одну, а три. Три точечки. Находим три точечки, нажимаем и здесь попадаем вот такое вот чудесное классное меню. Нас интересует следующий пункт, который называется настройки. Попадаем в настройки. И здесь мы ищем пункт конфиденциальность. Вот как раз нам конфиденциальность и безопасность. Нажимаем конфиденциальность и безопасность. Ищем пункт использовать безопасный DNS сервер. Нажимаем на него. Тут у многих будет вот эта вот галочка потушена. Определять как подключаться к сайтам. Мы ее включаем. И у многих будет первый пункт. Мы выбираем второй. Сейчас более вам тут подробнее расскажу. Это настройка как раз для браузера Гугл. Если для другой никакой не будет. Значит я рекомендую здесь поставить вот этот Cloud Fire 1.11. Вот я себе его ставлю. Не будет никаких ограничений. Но вы не спешите. Если вашим телефоном берут часто пользоваться детки. А это очень часто. То вам нужно поставить клиент браузер. Family Filter. Не будет никаких порно сайтов появляться. Будет они заблокированы. Если ваш ребенок ищет вот такую вот порнографическую информацию. То лучше его отключить вот здесь на Гугле. Правильно? А если вы конечно смотрите. То ни в коем случае не отключайте. Ставьте Cloud File. И у вас реально будет. Гугл будет работать куда-куда быстрее. Об этой настройке почему-то нигде не пишут. Не рассказывают. Но я то ее знаю. И вам ее советую. Нам ставить Cloud File 1.11. Вы помните, да? После нужно перезагрузить телефон. И вы увидите разницу до и после. Но это еще не все. Еще одна настройка. Бонусом для вас, друзья. Бонусом. Смотрите видео до конца. Поставьте лайк обязательно ему. И расскажите другу. Возьмите другу. Бабушке, дедушке, маме, папе. Расскажите об этом способе. Вот второй способ будет классный. Бывает такое, что у нас часто зависает там интернет. И на частей это происходит с Wi-Fi. Вы идете роутер, перезагружаете. Звоните оператору, говорите. Перезагрузите линию там. Блочок выключаете на 10-15 минут. Но это не серьезно. Это ничего не поможет. Ну, в каких-то случаях 50 на 50 поможет. Но самый лучший способ. Это вот так вот опустить шторочку. И включить вот этот вот режим. Авиарежим. Что он означает? На некоторое время, где-то минутки. Он перезагружает полностью телефон. Все функции. То есть Wi-Fi. Сотовая связь. Она перезагружается, когда вы включаете. И таким образом вы сможете перезагрузить сеть. Ну, это помогает процентов 15. Вот так вот. А лучший способ, который сейчас вы узнаете. Он заслуживает вашего лайка. Если глючит интернет. Вообще просто глючит не на минуту. Вот вам нужно сделать следующее. Просто зайдите опять-таки в настройки на телефоне. И найдите такой пункт. Который называется подключение и общий доступ. Вот смотрите. Подключение и общий доступ. И здесь нам нужно найти пункт. Он тоже есть. Но мало никто вообще-то знает. Сброс Wi-Fi и мобильной сети Bluetooth. И здесь вы выбираете, что вы хотите сбросить. Вот Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth. Эта настройка сразу говорю. Когда вы сбросите у вас, к примеру, Wi-Fi. У вас ни одной сети, которой вы раньше подключались, не будет видно. То есть нужно будет заново вводить логин, пароль, логица и так дальше. Паролица и так дальше. Если все-таки вы не уверены в этом. То эту настройку не нужно делать. Потому что, смотрите. Будут сброшены все сетевые настройки, включая Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth. То есть если вы там наушники, к примеру, какие-то подключали. Вот у многих сейчас есть наушники. Я сам ними пользуюсь. Вот иду там на треню. Беру себе наушники клацать. То после вот этого вот сброса у вас наушники придется заново логаниться. То есть полностью придется заново подключать это все дело. Чтобы оно у вас работало. Я напоминаю это. Все будет работать. Все будет четенько. Но не будет работать именно Bluetooth, мобильный интернет. То есть нужно будет заново заходить Wi-Fi. Нужно будет логин, пароль. И нажимаем сбросить настройки. После сброса настроек пройдет определенное время. Все сбросится. И реально после этого телефон у вас будет офигительно работать. Это где-то процентов на 100. То не на 100, а на 47 будет интернет намного быстрее. Вот будет он реально быстрее. Я это проверил. Я на своем телефоне уже убедился. Что вот это вот я, как видите при вас, эти все настройки проверяю, делаю. И прежде, самое главное, прежде чем что-то делать, я проверяю это на своем телефоне. А потом только вам советую. Чтобы не было так, что у вас там потом не работает. Вы мне потом кричите, что действительно не работает. Ну и еще такой бонусный способ. Нужно проводить диагностика сети. То есть вы заходите и делаете диагностику. Она абсолютно бесплатная. Диагностика сети. Если у вас здесь плохая килобит за секунду, нужно уже убедиться в том, что у вас действительно плохой интернет. И нужно звонить оператору. Потому что вот, ну вот, можете там скачать спид тест, проверить и так дальше. Если вот здесь вот слабый, вот видите 13,7, я сижу килобит, потому что я сижу на балконе, у меня закрытые двери. Плохо поступает сигнал. А так, в принципе, вот такие вот способы, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Больше видео на моем канале Тимуха Лайф, где я каждый день их снимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok